Привет, ребята! Сегодня вы узнаете два новых крутых выражения. Это русский сленг. Возможно, вы уже знаете эти выражения. Ну, посмотрим. Итак, первое. Забить на что-то. Здесь мы используем accusative case. Может быть, вы знаете слово забивать? Можно забивать гвозди вот этим молотком, да, забивать. Можно забивать гол мечом, да, забивать или забить гол, вот так. Ой, я ничего не забила. А ещё можно забить на что-то. Забить на что-то значит забыть об этом, перестать это делать. И мы очень часто успокаиваем своих друзей, когда говорим, забей на это, всё будет хорошо. Например, у кого-то есть какая-то проблема, и он постоянно об этом думает. Мы говорим, забей на это, всё будет хорошо. Ещё забить, это значит перестать что-то делать. Например, вчера Костя забил на домашнее задание и начал играть в Call of Duty. Да, он забил. Или, например, я совсем забила на лайв-стримы, потому что у меня дома очень плохой интернет, и я решила забить на лайв-стримы пока. Мы ждём фибр. Фибр — это очень хорошая связь, очень хороший интернет. Второе выражение очень похоже на первое, но оно немножко другое. И это выражение завязать с чем-то. Завязать с плюс инструментал кейс. Может быть, вы знаете слово завязывать, да, или завязать. Можно завязать шарф, можно завязать шнурки. А ещё можно завязать с чем-то, то есть перестать это делать. Например, я завязала с лайв-стримами, да, то есть я перестала это делать, потому что мне надоело, что интернет очень-очень плохой. Очень часто мы используем это выражение, когда хотим, чтобы кто-то перестал что-то делать. Например, Костя, завязывай с компьютерными играми и выходи гулять на улицу. Завязывай! Вот так мы говорим. Или, например, ты не знаешь, почему он больше не приходит на тренировки? Я слышал, что он завязал. Он больше не хочет играть в футбол. Он завязал. Ну что ж, ребята, надеюсь, что эти два выражения были для вас полезными. И не завязывайте с русским языком. И не забивайте на русский язык. Продолжайте его изучать. А мы с вами увидимся. Редактор субтитров А.Семкин